Друзья, приветствую! На очередном модуле, посвященном системе воспитания детей. Сегодня мы поговорим про доверие ребенка как такую базовую вещь, без которой воспитание и воздействие на наших детей становится очень сложным. То есть, если дети тебе не доверяют. Как же это получить? Конечно, про это можно обсуждать и говорить очень много всего. Я постараюсь затронуть достаточно быстро какие-то ключевые для себя откровения, которые я открыл и которые, может быть, будут полезны вам. Во-первых, капризы. То есть, что такое каприз ребенка? Это я хочу внимания. То есть, как правило, каприз это некая эмоциональная проблема, которую ребенок не может четко озвучить. И суть этой проблемы часто не связана напрямую с тем, про что он капризничает. Допустим, он не хочет идти гулять или не хочет есть еду или что-то еще. На самом деле, это не связано напрямую с тем, что он просит вот прямо сейчас. То есть, он начинает капризничать по поводу того, что не хочу куда-то идти. И вот мы начинаем ему, ну давай, ну пойди, ну там что-то еще. А на самом деле он хочет внимания всего лишь, например. И родителям это не всегда понятно. И, как правило, во время каприза, то есть, вот что хорошо работает. То есть, каприз равно я хочу внимания, равно хочу, чтобы меня выслушали и поняли. Что этому помогает? Взгляд в глаза. То есть, мы берем ребенка, начинаем смотрим ему в глаза, физический контакт, допустим, обнять, взять за руки. И начинаем выяснять, то есть, что на самом деле он хочет, что стоит за этим капризом. И часто у ребенка здесь идет вот такое двойственное чувство, что ему вроде бы и хочется что-то, и он понимает, что это не совсем правильно, но хочется. Ну и когда мы начинаем озвучивать вот эти его двойственные чувства, которые у него в голове крутятся, то у него создаются ощущения, что меня понимают. И вот это меня понимают, оно создает доверие. Ну, например, ты не знаешь, что тебе, ну, стоит ребенок и не хочет идти гулять, допустим, или не хочет помогать вам убираться, не хочет убирать игрушки. Мы пытаемся его заставить убрать игрушки, ну, как же ты должен и так далее. А на самом деле он не хочет это не по этой причине, а потому, что вы ему до этого сказали, что сейчас ты должен будешь поехать в лагерь. И вот мы подходим и говорим ему, озвучиваем ему эту мысль. Тебе хочется поехать в лагерь, но и дома остаться хочется. Или ты любишь свою сестру, но иногда тебе хочется ее ударить, допустим, если он там ее ударил. И тогда ребенок начинает, у него это резонирует, потому что мы озвучиваем то, что происходит у него в голове, эти чувства и мысли. Мы становимся как будто зеркалом его эмоций, в котором ребенок видит свои чувства, отраженные в наших словах. Например, кажется, ты здорово рассердился. Наверное, тебе совсем не нравится помогать убирать игрушки. И ребенку такие утверждения очень помогают. Они четко называют чувства, которые он испытывает, но сам не очень осознает. А теперь, когда ему это озвучили, ему самому становится намного проще с этим разобраться. То есть, первый момент это начать четко слушать, спрашивать и слушать, что говорят дети. Потому что они испытывают сильное разочарование и досаду, если видят, что родители не интересуют их мысли и чувства, или что они не понимают их. То есть, у них тогда в голове возникает мысль, что то, что я думаю и чувствую, это глупо и меня никто не любит. И после этого, соответственно, начинают все больше и больше нарастать вот эти самые капризы. Потому что каприз идет именно от ощущения, что меня не понимают, меня не слушают, меня не любят. То есть, если мы слушаем ребенка внимательно, мы пробуждаем у него чувство уверенности в себе. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок был уверен в себе, нам желательно выстраивать на те проблемы, которые возникают с ребенком. Четко выслушивать, а не пытаться давить и задавить ребенка. То есть, ребенок что-то не хочет делать, мы начинаем на него сильнее давить. И еще только, еще больше усиливаем вот это чувство неуверенности и чувство того, что меня не понимают. Как быть с истериками? Если ребенок испытывает, начинает истерить. Вот у меня, допустим, средняя дочка Вита, она очень эмоциональная такая. И она может начать капризничать. Допустим, хочу мороженое, хочу мороженое. Нет, мороженого не будет. И начинается там какая-нибудь истерика поддаться. То есть, часто родители не справляются с этим. И такой, блин, все, началась истерика. Лучше дам ему то, что просит. Или начать злиться и сильно как-то давить еще сильнее на ребенка. Самое оптимальное, это быть спокойным. То есть, ты можешь злиться, это твое право. Можешь выплеснуть свои эмоции. Но это никак не повлияет на мое решение. Это, конечно, вначале сложно, но зато потом ребенок к этому привыкает. То есть, как стенка. Он же не подходит биться головой в стенку. Он понимает, что здесь стена, ее не сдвинуть. Так же и вы. Что плохо, когда вы начинаете колебаться. То есть, то он смог истерикой что-то добиться, то не смог. И у ребенка создается ощущение, что все-таки истерика это рабочий инструмент. Надо его оттачивать. И тогда истерика начинает нарастать. Поэтому, то есть, истерики это следствие того, что мы на них поддаемся. Потому что иначе ребенок попробовал раз, два, три. Видит, это не работает, стена не двигается. Ну все, буду пробовать что-то другое. Не дать созреть гроздь днева. Родители должны сознательно избегать таких выражений, замечаний, которые вызывают у ребенка чувство ненависти и неприятия. Например, ты слабак, ты дурак. И вот, что ты за бездарность, да как ты можешь так бестолково себя вести. Это понятно, что в сознательном состоянии мы обычно такого не говорим. Но, когда ребенок нас чем-то сильно разозлил, то подумайте, вот вспомните, наверное, бывает, что что-то подобное проскакивает. И это начинает, вот каждая такая фраза очень существенно усиливает в ребенке чувство вот этого неприятия и ненависти к родителям. Да, когда это один раз, это может быть пройдет быстро и ничего страшного. Но, когда это происходит регулярно, вот эти гроздья гнева начинают накапливаться. Что делать, когда мы сами злимся? Принимать это. То есть, что принимать, во-первых, для себя, что поведение детей может вызывать гнев. И это нормально. И самое важное, научиться выражать, когда мы начинаем злиться, вот это я для себя очень сильно открыл, что все равно бывает, мы существа эмоциональные. И что-то ребенок такой делает, что ты начинаешь просто кипеть и хочется это все выплеснуть. Научиться это не затрагивать личность ребенка, его характер, а выплескивать словами, озвучивая свои мысли. Ну, например, слушай, вот когда ты, когда у тебя по всей квартире разбросаны игрушки, меня это просто дико бесит, я хочу все это выбросить в помойку. То есть, не говорить, что что ты за идиот, почему ты не можешь собрать все свои вещи, я же тебе столько раз говорил, это начинает оскорблять ребенка. А вот сделать это спокойно и показать ребенку модель, как можно свой гнев выплескивать спокойно, объясняя его, вот это уже гораздо больший уровень мастерства, как мне кажется. Если ребенок не слушается, что делать? Все мы, наверное, сталкивались с этим, что мы говорим раз, два, три, он ничего не делает. Вновь не ругаться, а просто молча лишить источника того, чем он нарушает границы. Ну, например, ребенок сидит, начинает игрушкой колотить по полу, и это происходит довольно громко. Нас это начинает раздражать, мы говорим один раз, два, что, пожалуйста, не бей игрушкой по полу, нас меня это очень раздражает. Раз, два, он продолжает это делать, хорошо, просто молча подошли, забрали. Он начинает там хныкать, может быть истерику пытаться закатывать, но мы показываем, очерчиваем границы приемлемого поведения. И говорим тем самым, либо ты действуешь в рамках границ, либо просто ты лишишься этой вещи. И задавать это как правило поведения. И в завершении вот этого урока еще одну такую вещь хочу обратить внимание, это проматерные слова, которые очень опасно употреблять в присутствии ребенка. Понятно, что это обычно все родители стараются не допускать, но тем не менее может проскакивать. И это чем плохо, чем опасно, тем, что для взрослого матерные слова это просто ругательство. Ну, просто там сказал какое-то слово, ну и как бы ладно, но для ребенка это не так. Потому что для него это, ну, большинство матерных слов, они несут вот половое содержание. И потому что он начинает эти слова осознавать, пытаться сопоставлять, что это, как это относится к телу, к каким-то процессам. И ребенок начинает, когда он слышит вот этот мат, начинает воспринимать любовь в условно заднего двора, в искаженный, нездоровый и циничный форм. Вот я вам привожу здесь цитату, это из Антона Семеновича Макаренко, книги для родителей. Там вот очень хороший фрагмент, мне он понравился, не знаю, видно вам на видео нет. Но если интересно, нажмите на паузу, посмотрите более детально. Вот этот фрагмент, может быть, сможете прочитать. Рекомендую. Поэтому с матерными словами здесь будете очень аккуратны. Итак, друзья, из чего мы начинали это видео, что прежде чем начинать как-то воздействовать на ребенка, надо получать доверие. И вот это то, чему мне кажется, мы как родители должны выделять много внимания. А стараюсь ли я получить доверие своего ребенка, что я для этого делаю, как я реагирую на его капризы и его недовольство, пытаюсь ли продавить все-таки, давить на него или понять его. И как я сам выражаю свою гнев и свое недовольство, стараюсь ли я оградить и не допустить созревания вот тех самых гроздей в гнева, которые могут возникать, если я начинаю как-то вот про ребенка выражаться, про его личность и характер, а не про свои мысли и свои чувства. Вот такая непростая тема. Надеюсь, в чем-то она будет. Какие-то мысли отсюда будут вам полезны. Желаю успехов в вашем воспитании. Встретимся в следующем уроке.